Вы созерцаете звезду по двум причинам. Потому что она сверкает. И потому что она непостижима. Но рядом с вами сияние более нежное. Тайна более глубокая. Женщина. В воздухе витает весна. В салонах красоты запись до позднего вечера. Маникюр, стрижка, укладка. В цветочных магазинах запах роз смешался с ароматом тюльпанов и мимозы. 8 марта в прошлом день борьбы за права женщин. В настоящем день, когда женщинам можно все. В преддверии праздника хочу представить вашему вниманию программу о женщины. Женщины. В 21 веке женщины стали успешнее и независимее. Так считают многие мужчины с трудом находящие общий язык с современными представительницами прекрасного пола. Состоявшимся в карьере девушкам сложно угодить. У женщин слишком высокие критерии при выборе спутника. Другие же и вовсе спокойно обходятся без мужчин. Так считает сильная половина человечества. Причем, как думают мужчины, это касается и семьи, и работы, а иногда и переноса тяжестей. В преддверии 8 марта мы провели эксперимент. На улицах нашего города работали скрытые камеры. С их помощью мы следили за девушкой с тяжелыми пакетами, которая с трудом вытащила их из магазина и ждала помощи от вас, мужчины. Как вы думаете, быстро ли откликнулись представители сильной половины человечества? В выходной день все торопятся по делам. На девушку, стоящую с кучей пакетов на пороге магазина, никто не обращает внимания. И уж, конечно же, не предлагает помощь. Ну что ж, попробуем сами попросить. Молодой человек, извините, а вы не поможете сумки донести такие тяжелые? Мне вот, буквально вот в соседнем микрорайоне. Возьмите вот эти, они тяжелые. Вас снимала скрытая камера, помашите, пожалуйста, вонарочек. Спасибо вам большое. Приятно, когда сразу спешат на помощь. Может, у нас все мужчины такие отзывчивые? И губкинским женщинам не стоит переживать, если в магазине купили больше, чем можем унести. Как оказалось, не всегда. Первым делом магазин, а вот девушки потом, считают некоторые парни. Не поможете сумки донести тяжелые очень? А вот соседний микрорайон, вот там дом, кирпичный. Ну вы если подождете, я помогу донести. А сейчас нет, да, не получится. Не, мне сейчас магазин надо. Да, ну ладно, спасибо. Но мы не теряем надежду и продолжаем ждать спасителя от тяжести. Следующий молодой человек, к которому обратилась наша актриса, тут же согласился помочь. Несмотря на то, что нести тяжести пришлось бы в соседний микрорайон. Мне вот, нет, недалеко, средний микрорайон, вот рядышком. Вот, извините, пожалуйста, тяжелый. Какие? Вот это. Вот это тяжелый? Да, это тяжелый. Всегда так останавливайтесь, помогайте кому-то. Иногда мужчины сначала уточняли, а далеко ли нести. Вы не поможете сумки донести тяжелый? Ну вот, в соседний микрорайон, тут недалеко. Сейчас я зайду, мы дойдем. Ага, хорошо. Спасибо. Бывает и так, по лагу, но позже. А пока мы просим еще одного мимо проходившего молодого человека помочь. Вы часто помогаете девушкам? Нет? Нет. Нет? Нет, почему нет? Случай, отслучай. Некоторые джентльмены даже предлагали поднести сумки обратно, к месту начала нашего эксперимента. Стоит сказать, что мужчина, который пообещал помочь позже, выполнил свое обещание. И снова мы ждем помощи. И она не заставила себя долго ждать. Мужчины даже пытались объяснить, почему они не помогают просто так, когда их не просят. Не отказывайте. Вот вы так все ждете, вот еще что-то ждете. В дальнейшем каждый мужчина, которому мы попросили помочь, откликнулся на просьбу. КОНЕЦ Вас снимала скрытая камера, улыбнитесь, помашите. Спасибо большое. Давайте сначала пакеты, а может вам обратно их помочь? А можно обратно вы помашите, улыбнитесь. Спасибо большое. Как показал эксперимент, мужчины готовы нам помогать, несмотря на то, что мы такие сильные и современные. Но сначала их об этом нужно попросить, и тогда они с радостью сделают все наилучшим образом. Женщины Современные женщины отличаются и внешностью, и внутренним миром от своих предшественниц. Конечно, все представительницы слабого пола разные, но есть некоторые тенденции, которые можно отметить в обществе. Женщины сегодня работают практически во всех сферах и совершенно разных направлениях. Они постоянно учатся чему-то, посещают различные курсы, изучают языки, интересуются тем, что происходит в мире. Некоторые дамы умеют очень многое. Они мастерят, делают что-то по дому, великолепно готовят и хорошо воспитывают детей. Среди интересов современных женщин можно обнаружить творчество, экстремальные виды спорта, путешествия и автомобили. И вот на девушках за рулем я хочу остановиться. Мужчины, увидев барышню за рулем, делятся на две категории. Одна из них – те, кто умиляется, наблюдая, как представительницы прекрасной половины человечества с настойчивостью пытаются покорить пространство, которое раньше принадлежало только мужчинам. Другие могут позволить себе колки высказывания в адрес представительниц слабого пола, который, малый, машину водить не умеет и правила не знает, но все равно ездит. Посмотрим, как отреагируют губкинские мужчины на ситуацию, когда девушка приехала на заправку и не знает, как заправить машину бензину. Скажу только, что девушка, участвующая в эксперименте, не первый год за рулем и прекрасно знает, где находится и как открывается топливный бак. А теперь эксперимент. На заправке немноголюдно. В ожидании помощников пришлось постоять несколько минут. А вот и первый участник эксперимента. Выжидаем еще несколько секунд и вперед. Буквально сразу же, только увидев, что у девушки возникли проблемы на заправке, мужчинам пришел на помощь. Вы знаете, я не знаю. Вы мне не поможете. Может, мы инструкцию почитаем? Вы просто волшебник. Спасибо вам большое. Вы очень мне помогли. Наверное, 95-й. Открытая камера. У нас розыгрыш. Помашите рукой. В следующий раз, пока один из клиентов заправки косо смотрел на девушку, пытавшуюся найти заправочный бак, на помощь подоспел прохожий. Девушка, вам помочь? Да, если можно. Я не знаю, как бак открывается. Никак не получается. Я тоже не знаю. Подскажите, как бак открывается. А кто на ней ездит? Ну, это капот. Ну, да, капот. Нигде. Здесь, где нет? Нет. Нету? Нет. Ну, что ж такое? Вот труда, а? Нет. Здесь удовольствие. Нет. А вот это что? Это дручник, да? Да. Да. Дручник. На руле ничего нет? Работает. Во, во, во. Ага. На себя вот так. Дернемся. Все, открою. Спасибо. В следующий раз, несмотря на то, что сразу кнопку открытия топленого бака найти не удалось, автомобилист-мужчина не сдался, а продолжал искать выход из сложившейся ситуации. А что должно быть? Клопочка, рычажок, да? Да. Да. Инструкцию посмотрим. Ух ты, здорово, получилось. Угу. Спасибо вам огромное, вы мне очень помогли. Мужчина, можно вас? Нужно вас на минуту? И что, мне больше ничего нажимать не нужно? А больше? Спасибо вам огромное. У нас просто небольшой эксперимент. Вас снимает крутая камера. Помашите. На помощь девушке снова поспешил мужчина. Вместе они решили почитать инструкцию. Не помогло. Пришлось звонить другу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам большое. Вы разбежались. Молодой человек, помашите рукой. У нас небольшой эксперимент. 20 минут снимает крутая камера. Помашите рукой. А в следующий раз на помощь девушке из машины поспешили все пассажиры мужского пола. Юра, ты специалист. Я покажу. Специалист. Прямо. А что первый раз управляешь? Да, первый раз. Ой, блядь. Ну, да. Здесь, здесь. Здесь, здесь. Да. Там, где-то, где-то у вас есть. Не знаю. Может быть. А, вот она. Ух ты. Здорово. Спасибо вам большое, мужчины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу сказать, что в течение нескольких часов эксперимента ни один мужчина не отказал девушке в помощи. Не увидели мы ни одного злого или насмешливого взгляда. А значит, к нам, женщинам за рулем, мужчины относятся хорошо, чтобы они не говорили о нас в мужской компании и какие бы анекдоты не придумывали. Независимо от того, какие мы, сильные или современные женщины, мы всегда ждем помощи от вас, мужчины. Берегите женщин. Жизнь нам любимыми, счастью быть обещан, но к нему вслепую идти не торопитесь. Берегите женщин, берегите женщин, женщин берегитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотелось бы поздравить, пожелать им всего самого лучшего. Это те люди, которые постоянно находятся рядом с нами. Это наши бабушки, наши матери, наши жены, наши дети, наши внучки. Хотел бы поздравить всех женщин нашего города и всей страны, и всей земли заодно с наступающим праздником 8 марта. Пожелать удачи, благополучия, здоровья и чтобы их близкие их радовали. Берегите женщин весеннего настроения, и чтобы то настроение, которое у них в этот день имелось, сохранилось на весь последующий год. Пусть будет больше в мире добра, пусть будет тепла, красоты, которые вы несете в этот мир. Пусть будет все хорошо. Желаю всего наилучшего, чтобы мужчины радовали, чтобы дети росли послушными, здоровыми. Ну, что еще пожелать? Женского счастья. Мне кажется, это главное. Вы рядом с нами на работе, хотя домашние заботы порой на вас еще лежат. Мы, вся мужская половина, простить сегодня просим нас за то, что часто мы, мужчины, шумим и спорим без причины, напрасно раздражая вас. Давайте навсегда решим, сегодня, завтра и в дальнейшем. Мужчины, берегите женщин, чтобы заберегли они мужчин. Берегите женщин, берегите женщин, женщин берегитесь.